Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня будет видео топ 5 ароматов осени. Это те ароматы, которые были со мной весь сентябрь и 100% перейдут в октябрь. Ну, если только не появится что-нибудь новенькое. Я не парфюмоманьяк, но в последнее время тема парфюмерии стала очень-очень неинтересна. Мне очень интересно пробовать новые ароматы, изучать ароматы. И, в общем, не знаю, я просто в последнее время кайфую от парфюмерии. И хочу поделиться с вами пятью своими любимчиками именно этой осенью. И первый аромат, о котором я вам хочу рассказать, он уже мелькал в моих видео. Это Daisy Love от Marc Jacobs. Вот такой замечательный флакончик. Он просто, ну не знаю, по мне так просто очень симпатичный. Вот эта вот ромашка, сделанная из такого плотного силикона. Очень, ну не знаю, прямо милый-милый флакончик. Но и сам аромат, конечно же, просто потрясающий. Этот аромат у нас принадлежит группе цветочного мускусно-древесного, насколько я поняла. И я вам зачитаю пирамиду. Она на самом деле совсем не сложная. Я бы даже сказала, достаточно простая. Верхние ноты это морожка. Средние ноты ромашка. И базовые ноты это древесина влажная и мускус. То, что здесь есть ромашка, ну лично я не ощущаю вообще никак. Но можно догадаться, наверное, только по вот этой замечательной крышечке, которая, ну как раз таки и говорит о том, что в сердце здесь у нас ромашка. Я ощущаю именно такие сладкие какие-то ягодки. Я не знаю, морожка это или нет. Но вот почему-то именно ассоциации, что это стопроцентная морожка у меня нету. Просто сладкие ягодки. И дальше он, конечно, раскрывается тоже таким, не знаю, терпким таким. Ну, очень классный аромат. Он при этом слегка кисленький, совсем-совсем чуть-чуть кисленький. Он такой, знаете, приятный, легкий, ненавязчивый совсем. Это достаточно теплый аромат. Он, не знаю, таким обволакивает, как будто вот таким облачком, небольшим, воздушным. Очень приятный, очень вкусный аромат. Но для меня это все-таки аромат больше на такую теплую осень, когда солнышко, когда нету ветра. Сейчас, в сентябре, в основном у нас в Питере был именно такой. И поэтому этот аромат, конечно же, пошел у меня просто на ура. Но я могу сказать, что если бы я не прочитала, что здесь морожка, я бы вообще не поняла, что за сладковатые ягодки здесь находятся. С небольшой такой маленькой ноткой кислинки, но очень-очень вкусный. При этом легкий, ненавязчивый, воздушный. Супер дневной аромат. Единственное, что это все-таки нестойкий аромат. То есть, ну, я его обновляю раз за три в течение дня, чтобы вот до вечера был какой-то аромат. Есть небольшой легкий такой шлейф, ну, который достаточно недолго, я бы так сказала, держится. Но при этом очень вкусный. Я очень рекомендую девочкам, которым нравятся сладкие ароматы. Но не терпкие, а такие вот легкие сладкие ароматы. Я думаю, он вам понравится, потому что он действительно очень-очень вкусный. Следующий аромат, который перешел ко мне с лета. Я летом тоже пользовалась. И лично для меня этот аромат не имеет времени, скажем так, времени года. Это Бритни Спирс Sunset Fantasy. Если правильно я выговариваю английский, если что, поправьте меня в комментариях. Это просто для меня потрясающий аромат. Я купила его, заказала в интернет-магазине без затеста. И он меня просто покорил. Теперь я хочу попробовать и другие ароматы от Бритни Спирс. Это мой первый аромат от Бритни Спирс. Носится к цветочно-фруктовым ароматам. Я вам зачитаю пирамидку. То, значит, верхние ноты это кровавый грейпфрукт. Не знаю, кровавый это имеется в виду красный, наверное. Итальянский мандарин и яблоко. Средние ноты апельсиновый цвет, персик, малиновый лист. Базовые ноты амбра, молочный мускус, австралийский сандал и ваниль. Вот я бы сказала, что здесь, конечно, самая такая главная нотка, которая вот мне бросается от начала, мне кажется, и до самого конца и не пропадает, это персик. Я очень люблю аромат персика. И он здесь есть. Вот на протяжении, не знаю, всего времени, пока я ощущаю этот аромат, я ощущаю, конечно же, персик в нём. И потом уже под конец такое что-то нечто молочное, такое душистое, очень-очень вкусное. Он, конечно же, не стойкий, он намного менее стойкий, чем Daisy Love. Но, вы знаете, для меня это не проблема. Я наношу его и на ночь, после душа, чтобы от меня приятно пахло. Просто потрясающий сладкий аромат. Он не душит нисколько, он даже имеет какую-то небольшую кислиночку такую тоже. И он достаточно лёгкий, такой манящий, я не знаю, он даже отчасти сексуальный аромат. Он именно такой обволакивающий. Очень вкусный. Я читала восторженные отзывы об именно этом аромате. И я подписываюсь под каждым восторженным отзывом на него. Он действительно очень вкусный. Закончится, я приобрету 100% себе ещё один такой флакончик. И, конечно же, я также хочу познакомиться ещё с другими ароматами от Бритни Спирс. Но это действительно моя любовь. И мне всё равно, какая погода за окном. Когда я хочу поднять себе настроение, я пользуюсь именно Бритни Спирс. И мне он безумно-безумно нравится. Следующий аромат, который я хочу вам показать, это аромат, который не свойственен для меня. Потому что я люблю более сладкие ароматы, более манящие, более обволакивающие. Такие на лето более воздушные. Этот аромат не то и не другое. Но именно осенью, особенно именно этой осенью, в такую ветреную погоду, но при этом достаточно тёплую, когда 18-20 градусов за окном и сильный ветер, а также под определённое настроение, этот аромат просто у меня тоже пошёл на ура. И я говорю об аромате Монталь Пюр Голд. Я его покупала также без затеста, по восторженным отзывам, а также по самой пирамиде, которую я вам сейчас зачитаю. Он относится к цветочно-фруктовым ароматам. Ну, я бы так не сказала, конечно. Верхние ноты это абрикос, мандарин. Средние ноты жасмин, нейроли, апельсиновый цвет. Базовые ноты мускус, пачули, ванили. Это достаточно стойкий аромат. То есть практически до вечера, если я буквально один-два пшика на себя нанесу, и до вечера я его ощущаю, он имеет шлейф, который тоже достаточно стойкий. Я читала много отзывов о том, что это шикарный аромат, что это действительно золото, что это просто дорогая женщина. Но я не разделяю эти отзывы. Я бы сказала, даже не знаю. Это не дешевый аромат, конечно же, нет. Но он не настолько классный, наверное, для меня, не настолько многогранный. Вот для меня от начала и до самого конца, когда я его наношу, есть такое ощущение, как будто бы я сижу в кусте жасмина, который вот просто обильно цветущего, вот прямо в середине этого куста, и припудриваю носик себе какой-то хорошей, дорогой пудрой, которая имеет аромат именно пудры, а не, знаете, вот как вот там герлен, там какие-то цветочки, фиалки. Нет, именно вот такая пудровость, именно жасмин. И он от начала и до конца лично на мне раскрывается именно так. И мои знакомые и родственники тоже говорят, что от меня пахнет жасмином, как будто вот срезали вот эти вот веточки с только распустившимся жасмином, поставили в вазу прямо около носа, да, и вот вздыхается вот этот аромат. И всё, я не слышу здесь никакого абрикоса, никакого мандарина, ничего такого, просто один жасмин, и именно поэтому для меня это не такой дорогой аромат, да. Для меня дорогой аромат — это многогранный аромат, который вот имеет какие-то грани, которые раскрываются как-то каждый раз по-особенному. Зимой меня этот аромат душит, в особенности, когда с мороза я сажусь в машину, да, и машина прогревается, и вот этот вот тёплый ветер, или в какое-то помещение тёплое я захожу, у меня жутко начинает душить. И зимой он у меня даже как-то в кислинку какую-то, что ли, уходит, в горчинку даже, я бы сказала, летом вообще душит, но весной мне просто не хочется пользоваться такими ароматами, поэтому этой осенью он, как ни странно, пошёл у меня даже на ура, и я вот, особенно в последнее время, когда стала уже в Питере более прохладной, я всё чаще-чаще им пользуюсь, и он именно вот, именно припудренный жасмин, больше я про него ничего не могу сказать, но мне нравится, это осенью он мне нравится, но повторять не буду, вообще с Монталем у меня достаточно странная история, сколько бы я ни пробовала ароматов вот этой марки, но как-то меня вот ни один не цепляет, что прямо вот так вот, вау, я захотела побежать и какой-то приобрести. Если вы пользуетесь каким-то Монталем, если у вас есть какой-то любимый, ну, мне нравятся больше такие фруктовые ароматы, более такие сладкие, обволакивающие ароматы, если вы знаете такой аромат от Монталя, обязательно напишите мне, пожалуйста, его название, мне действительно очень интересно, потому что, интересно его потестить, потому что, ну, вот как-то у меня не складывается с Монталем, не знаю почему, но хочется понять, откуда столько много восторженных отзывов об этой марке. Следующий аромат, который я вам хочу показать, это моя новинка, вы уже тоже видели в некоторых моих видео, это Jimmy Choo Blossom, наверное, я правильно выговариваю, если что, поправьте меня. Это цветочно-фруктовый аромат, я тоже вам зачитаю пирамиду этого аромата, верхние ноты цитрусовые, красные ягоды, малина, средние ноты душистый горошек, роза, база, сандал, белый мускус. Я вообще обожаю розу, я обожаю ароматы розы, но роза бывает разная, бывает такая кислящая, прямо, не знаю, как состаренная роза, невкусная, да, бывает, пишут роза, а это не роза, а такой прям шиповник, знаете, который вдоль дорогах растет. Здесь именно такая утренняя благородных сортов роза, которая вот утром раскрылась и набирает аромат, очень вкусная роза, и вначале действительно есть ягодки, действительно красные ягодки с небольшой кислинкой. Многие пишут, что здесь клюква, не знаю, как насчет клюквы, я бы так, может быть, даже не сказала, потому что клюква для меня это более такая кислая ягода, и здесь сладковатая ягода, возможно, спелая малина с клюквой, возможно, да, но очень вкусный тоже аромат, для меня это тоже дневной аромат. У него средняя стойкость, конечно, не такая, как у манталя, манталь практически до вечера ощущается. Здесь можно один раз обновить днем, то есть, в принципе, неплохо, я не скажу, что у него есть шлиф, я не скажу, что он прямо там кричащий, слышащий, он достаточно такой легкий, при этом такой вкусный, сочный, и он очень, как это называют, комплиментарный. Действительно, с этим ароматом очень много кто делает мне комплименты, говорят, боже, как вкусно, что это такое вкусное? И это действительно, он очень такой, знаете, вот прям вкусный, по-другому не назовешь это вкусные ягоды. И в конце он раскрывается, в самом деле, что такое, я не знаю, тёплое что-то такое, вот такие вкусные, тёплые, не знаю, не тёплые ягоды, а именно ягоды вначале ощущаются такие вкусные, с небольшой кислиночкой, а потом что-то такое тёплое, обволакивающее, манящее. Для любителей сладких ароматов я очень сильно рекомендую. Я его тестила один раз, и он мне очень понравился, я вернулась за ним. Когда я тестила его уже второй раз, перед покупкой, мой взгляд упал на другой аромат от этой же марки, и это тоже Jimmy Choo, Fever Jimmy Choo, по-моему, так и называется этот аромат. Вот, если я ошибаюсь, обязательно поправьте меня. Кстати, здесь и здесь у меня 40 мл, но другого объёма я приобретала в Литуале, другого объёма там не было, и я приобретала по акции, то есть я купила этот, и этот у меня получился в подарок, что, конечно же, не может не радовать. И этот аромат, это тоже прямо вот любовь, прямо, я не знаю, какое-то наслаждение для меня. Если их, ну, их невозможно сравнивать. У них есть что-то похожее, что-то такое одинаковое, но при этом они абсолютно разные. Здесь вкусные, манящие, сладкие ягодки. И под конец он уходит в такую теплоту, такую, знаете, что-то такое приятное. Хочется попробовать, не знаю, у вас, может быть, так сказать. То этот аромат, он более такой вечерний, он более насыщенный, он более терпкий, я бы сказала. Для некоторых это даже вечерний аромат, но я абсолютно спокойно пользуюсь им и днём. И мне очень-очень нравится. И я вам зачитаю пирамиду его, и когда я на самом деле прочитала пирамиду, я была очень сильно удивлена, потому что для меня это, ну, я ничего общего с тем, что ощущаю, я не нашла. Относится он к восточно-гурманским ароматам, с этим я соглашусь. Верхние ноты грейпфрукт, личий, слива. Средние ноты ванильная орхидея, жесмин, апельсиновый цвет. Базовые ноты бензоин, бобы тонко, сандал, кофе, лесной орех, ваниль. Я не чувствую здесь кофе абсолютно. Я вообще из того, что здесь перечислено, не чувствую абсолютно ничего. И тем более жесмина для меня здесь вообще нет. Для меня это виноград. Просто виноград, вот, знаете, такой сочный, такие вот большие, вот такого же цвета ягоды. То есть такие, как это называется, красный, по-моему, виноград, да, такой, который именно большие, сочные ягоды с косточками. И которые вы вот так разламываете эту ягоду, и прямо течёт сок с этих ягод. И при этом здесь содержатся ещё и какие-то специи, какой-то чёрный перчик, и ещё что-то такое вот именно, что придаёт нотку восточности. Мне кажется, это аромат вот почему-то для брюнеток. Это лично моё мнение. Мне кажется, что на блондинке он будет слишком терпким, слишком, может быть, даже вызывающим каким-то. Но вот для брюнетки, мне кажется, это просто потрясающий аромат. И я могу сказать, что я ни от кого ни разу не слышала подобный аромат. И, ну, просто мне тоже с этим ароматом делали комплименты. И я могу сказать, что он тоже многим нравится. И многих, вот, кто слышал этот аромат на мне, также идёт ассоциация, что это виноград. Вот виноград с какими-то специями. Очень вкусный, очень стойкий, шлейфовый. Я не знаю, особенно если вы нанесёте его в ветреную погоду, и вот это вот дуновение ветерка, и он просто будет вот людям, которые вас окружают, он просто будет вот не то, что ударять в нос, да, а такой вот приятный, такой вуалью обволакивать. Очень вкусный, я очень его рекомендую. Но всё-таки мне кажется, что это больше подойдёт брюнеткам, может быть, шатенкам. Для блондинок я бы всё-таки рекомендовала, мне кажется, вот этот аромат. Он как-то, даже, мне кажется, на блондинке раскроется вкуснее, чем на брюнетке. Но вот это, это прямо, не знаю, это прямо мой аромат. Это вот я. Это тот аромат, который я очень сильно люблю. Подобный аромат я очень сильно люблю, когда в аромате чётко чувствуется какая-то нота. Например, вот у меня есть аромат Miss Dior Absolute Blooming, и этот аромат на мне раскрывается черносливом, сладким, таким свежим черносливом. Очень много кто мне говорит, что от меня пахнет вкусным черносливом. С ним тоже я получаю очень много комплиментов. И вот этот вот тоже получает очень много комплиментов. Очень много кто отмечает этот аромат. Но, кстати, Miss Dior это для меня исключительно зимний аромат. В другое время года я как-то не воспринимаю его. Только когда вот уже ноль, минус, тогда Miss Dior, вот этот чернослив, вкусный, с каким-то вкусным чаем, это вот Miss Dior. Здесь виноград со специями, сочный, вкусный виноград. Я очень рекомендую попробовать этот и этот аромат. Это действительно такие, ну просто вкусные ароматы, манящие, сладкие, обволакивающие, но при этом не удушающие. То есть они не душат, они не... Нет такого состояния, что, знаете, вот прям вот воняет, да? Вот такое бывает, что аромат вкусный, но вот чуть-чуть брызнули на себя и прям вот другого слова не подберёшь, как просто воняет. Нет, с таким нет. Он такой вот играющий, такой, ну просто потрясающий. Очень сильно рекомендую. Попробовать, хотя бы просто потестить эти ароматы от Jimmy Choo. Это для меня на самом деле просто какой-то... Какой-то восторг. По-другому я не могу сказать. Вот такими ароматами я пользуюсь весь сентябрь, ну практически весь, так как вот это мои новиночки. Буквально недавно, где-то неделю, наверное, я их ношу. Но остальные со мной точно уже весь сентябрь. И я думаю, что они и все эти ароматы перейдут в октябрь месяц, если только у меня не появятся какие-нибудь новинки. И я надеюсь, вам было интересно такое видео. Обязательно делитесь своими любимыми парфюмами, в том числе от марки Montal, в комментариях. Также я хотела бы попросить, одна девушка мне написала как-то в комментариях, что ей очень нравится один аромат, в котором она ощущает клубнику со специями. Если вы меня сейчас смотрите, напишите мне, пожалуйста, что это за аромат. Я обожаю такие ароматы, когда именно вот солирует одна какая-то нота, вкусная, сочная, и идут дальше специи. То есть такие восточно-фруктовые. Я очень люблю такие ароматы. Пожалуйста, обязательно напишите мне. Обязательно поделитесь со мной, какие ароматы нравятся вам. Ну, а на сегодня я буду с вами прощаться. Всех люблю, целую и до новых встреч!